добрый вечер здравствуйте дорогие друзья приятно видеть новые лица как всегда давайте сначала проверим звук как вы меня слышите поставьте какие-нибудь значки спасибо все значит все у нас хорошо еще раз здравствуйте рада действительно очень рада видеть вижу новые имена почему поставила этот ролик как-то мне всегда хотелось показать если будут новички показать что-то нашем транспорте сейчас подумала что имеет ли этот ролик нашей дубликации какое-то отношение да он имеет действительно самое прямое отношение потому что чем больше мы учимся научаемся учим своих партнеров дублицировать тем больше мы привлекаем партнеров в нашу систему чем больше мы привлекаем партнеров значит тем больше у нас инвестиций чем больше у нас инвестиций естественно мы гораздо больше можем сделать и построить и мероприятий и отдохнуть и отметить все это очень приятно было видеть ролики из наших с наших действительно И действительно здорово, когда особенно из экотехнопарка смотришь ролики, а там 2-3 тысячи, 5 тысяч человек, и вот они все мелькают, и ты понимаешь, что с этим лично знаком. Этого знаю, как зовут, этот знаю, с какой стороны, то есть настолько все родные, настолько это приятно, прям вот мне приполняют эти чувства всегда, когда смотрю наши такие вот массовые какие-то ролики. Согласитесь, ведь и себя там находишь, и просто знакомых людей, ну не знаю, мне кажется, это просто очень вдохновляет. Вот, сегодня мы опять будем говорить о дубликации, но мне хочется сделать таким образом, чтобы всем было интересно. То есть и тем людям, которые уже слышали, хочется для них что-то новенькое, я стараюсь что-нибудь вносить новенькое, и для новичков хочется все-таки все мелочи, все необходимые тоже учесть, тоже проговорить, вот для тех, кто первый раз будет слушать. Итак, меня зовут Любовь Федорова, я куратор Латвии, региональный эксперт, дружусь, насколько могу, веду структуру, работаю с ними, и вносим вместе все свой вклад, какой можем, в развитие нашего проекта. Я курс этой дубликации все-таки делю на три части для того, чтобы можно было иногда более подробно остановиться на каких-то вопросах, на каких-то задачах, и в то же время какие-то внести интересные моменты, может быть, из других тренингов, где я проходила, из какой-то литературы. То, что мне кажется действительно интересным, хочется ее, вот у меня компьютер сам играется, хочется вам тоже рассказать то, что заинтересовало, в свою очередь, меня. Мы в любом случае будем говорить о том, что для того, чтобы ввести в партнера в систему, у нас есть четыре основных шага, мы их все проделываем и проделывали, и будем делать. Все зависит от того, насколько профессионально мы это делаем, или мы дилетанты. Кто наш партнер, он хочет стать просто инвестором, или он хочет стать профессиональным структурщиком, так скажем. Вот партнера у нас состоит из четырех шагов, то есть это мы знаем приглашение, мы приглашаем человека вообще в бизнес, или мы приглашаем, это тоже может быть очень по-разному, может быть это наш давно знакомый человек, и мы, встречаясь с ним, приглашаем его уже сразу в бизнес, потому что они понимают, чем мы занимаемся и знают что-то о проекте, либо это приглашение просто на прослушивание какого-то вебинара, на какую-то презентацию, когда человек впервые будет слышать о нашем проекте. Но в любом случае это приглашение. Приглашение мы делаем естественно с душой, это должно быть очень честно, никогда мы не лицемерим, никогда мы не разговариваем с человеком, не включаем лампочки в глазах, которые светятся долларами. Чем искреннее мы с человеком, тем больше вероятности, что он отклетнется. Второй шаг это прослушивание вебинара или презентации. Когда мы приглашаем человека, мы обязательно должны присутствовать вместе с ним, это очень важный фактор. Крайне резко бывает такое, что мы не можем присутствовать, либо мы приглашаем на, ну это я имею ввиду, если мы презентацию какую-то такое, ну общественное, массовое какое-то мероприятие у нас, да. Вот, если мы приглашаем на вебинар онлайн, как сейчас, то за день до вебинара мы делаем это приглашение лучше всего, потому что если мы скажем, у нас там через неделю что-то будет, человек забудет туда вообще подключиться. А так мы делаем приглашение, мы говорим с человеком о том, что что-то будет, это будет как раз завтра. Вот давай подключайся, вместе посмотрим, то есть либо из одного помещения, либо из каждой из своего дома. Мы предупреждаем человека, что я минут за 15 тебе до начала позвоню, и это тоже очень важно для того, чтобы помочь подключиться. Возможно, будут какие-то трудности, а с нашим мерополисом здесь сюрпризов у нас очень много, поэтому действительно помочь человеку подключиться к нашему вебинару. Прослушать вебинар самому тоже, чтобы вы понимали, о чем там шла речь, чтобы вы знали, какую информацию человек услышал, а какую вам нужно ему еще добавить. Обязательно делаем третий шаг, обязательно делаем звонок, последующий звонок после вебинара, если это человек отдельно слушал. После презентации, если мы с ним расстаемся и уезжаем каждый в свой дом и договариваемся, что все-таки я позвоню, или мы идем в кафе, с ним разговариваем, но первый вопрос, как тебе что-то скажешь. То есть в обязательном порядке нужно узнать мнение человека о том, что он сейчас увидел или услышал. И таким образом мы понимаем, какие наши следующие действия, потому что если человека это все реально заинтересовало, и мы понимаем, что ему нужна дополнительная информация, мы знаем, сколько он уже знает о технологии, то естественно мы предпринимаем следующие шаги, и это мы плавно переходим как будто бы в четвертый шаг, это называется вовлечение в систему поддержки. Мы начинаем давать человеку дополнительную информацию, если она ему понадобится. Если он уже все понял или он уже от вас что-то заранее знал, то естественно мы переходим к тому, что мы открываем ему его личный кабинет, где у него появляется доступ к закрытой информации. То есть это наш маркетинг план, это наши инвестиционные пакеты, которых нету просто так на сайте. Это может человек увидеть только в том случае, когда у него будет своя регистрация, свой личный кабинет. И таким образом мы вот эти четыре шага выполняем в обязательном порядке. Но если мы хотим работать более профессионально, тогда мы переходим уже к более детальному изучению этих шагов, как нам нужно их делать, что нам нужно выполнять. И никуда мы не денемся от семи задач спонсора. То есть вся система дубликации, она как раз таки строится на вот этих базовых семи задачах спонсора. Это установка целей, создание книги контактов, которая является нашим основным инструментом, нашим самым главным, можно сказать, инструментом, потому что мы работаем с людьми, у нас должны быть их контакты. Планирование время, мы учимся делать телефонные звонки, работа с теплым, с холодным рынком. Мы учимся делать презентации. Это тоже очень важно, потому что презентация – это в принципе главное, что вы скажете и как вы скажете человеку. От этого зависит уже с вами человек или каждый сам по себе. Очень грамотно сопровождение человеку нужно делать и работать с возражениями. Но не будем забегать вперед. Сегодня разберем только две задачи. Постановка целей, создание книги контактов. И мне очень хочется немножечко вам рассказать о новой методике, которую я прочла в книге Алана Физа. Но не буду забегать вперед. Начнем все по порядку. Сначала поговорим о постановке целей. Цели… Я буду кратко говорить, потому что эта тема уже много раз прозвучала. И в целях главное, что уметь их разделить на краткосрочные и долгосрочные цели. Потому что мы знаем, что есть какие-то далекие цели, а есть ступеньки, по которым мы идем к этим своим основным целям, тем далеким. И это будут наши маленькие краткосрочные цели. Но самое важное, что это будет наша далекая, что это будет краткосрочная цель. У нас есть определенная система. Для того, чтобы она сбылась, для того, чтобы ее достичь, необходимо ее правильно поставить. Необходимо ее правильно сформулировать. И существует такая классическая система SMART, по которой мы ставим цель. То есть цель должна быть абсолютно конкретной. Мы можем до такой степени конкретной, что мы можем сами себе представить себя на том конце, когда мы ее достигли. Как мы себя будем чувствовать? Что будет вокруг нас происходить? Что у нас в тот момент будет? Что мы хотим получить? Она должна совершенно быть измеримой. Четко, конкретная. Если это в деньгах, то мы оговариваем, какая это должна быть сумма. Если это сроки, то мы понимаем, в какой момент мы должны получить эту цель. Она должна быть достижимой. То есть зная свои эмоциональные ресурсы, финансы свои, в зависимости от того, какова эта цель. То есть учитывая все свои ресурсы, мы ставим такую цель, чтобы она для нас реально была достижимой. То есть если, допустим, я понимаю, что я зарабатываю условно 10 тысяч в год, я могу заработать свободных денег 10 тысяч в год, то я не могу загадать такое желание, такую цель, что мне через 3 года нужен срочный миллион, и я знаю, что я этого достигну. Но это будет мечта. Может быть, свершится такое чудо, и этот миллион упадет на голову. Но я прекрасно понимаю, что у меня будет всего лишь свободных денег, примерно 30 тысяч, и исходя из этого, я могу что-то загадать, и оно будет реальное. То есть она должна быть достижимой совершенно. Она должна для вас иметь определенное значение, она должна быть значимой, должна быть важной, чтобы вам хотелось к ней идти, и чтобы вы понимали, что в вашей жизни изменится, когда вы достигнете этой цели. Она должна быть для вас значимой и определена во времени. Временные отрезки мы обязательно ставим, потому что, ориентируясь на это, мы более целенаправленно идем к ней, мы выполняем какие-то определенные шаги, которые нужно было выполнить, и мы не сворачиваем, можно так сказать, с дорожки. Я уже сказала, да, что их можно, эти цели, расписать на долгосрочные и краткосрочные, и таким образом мы будем прям видеть свою картинку. Записывайте их, это здорово, когда идет, когда мы записываем, можно сказать, Лена тоже прочитывает, что мы там пишем, и она нам всегда помогает, мы знаем это, что помогает. Давайте, смотрите, я приведу вам пример постановки целей, который абсолютно всем нам понятен, допустим, к концу года достичь статуса топ-эксперт. И это будет у нас как будто бы долгосрочная цель на год, и мы ее расписываем по месяцам. И по месяцам мы ее конкретно прописываем, что, допустим, это первый месяц мы делаем 10 прямых продаж, за две недели перейти на ранг лидера. То есть это абсолютно реально, это абсолютно возможно сделать с теми нашими ресурсами, которые у нас есть, нашей книгой контактов, которая обязательно у всех существует. За следующие две недели мы помогаем трем своим партнерам дойти до ранга лидера, потому что у них точно так же есть свои ресурсы, у них точно так же есть книга контактов, с которой мы работаем, помогаем им работать. И до конца месяца достигаем ранга мастера. То есть цель совершенно конкретная, достижимая, то есть она соответствует всем критериям, о которых только что я сказала выше. Что она ограничена во времени, то есть определена, так скажем, она определена во времени, и мы все по месяцам расписываем. И для нас она значима, потому что мы понимаем прекрасно, что став топ-экспертом у нас, во-первых, расширяется структура, и у нас идут больше бонусов. Во-вторых, у топ-эксперта предусмотрены уже дополнительные бонусы, плюс топ-эксперт получает подарок, если я уже не ошибаюсь, ноутбук у нас, или сумму полторы тысячи на покупку ноутбука. Поэтому она действительно значима. То есть тот, кто этого хочет, он ставит такую цель, он к ней идет, и к ней очень совершенно реально дойти. В моей жизни была немножко другая цель. Я ставила позапрошлом году, мне нужно было, мы с мужем решили купить квартиру, потому что у нас растут двое сыновей, мы решили купить еще одну квартиру для того, чтобы, когда они захотят жить отдельно, чтобы у них было куда уйти из родительского дома, чтобы они не снимали, не выбрасывали даром на ветер деньги. Вот, и мы решили, что нам нужно купить. И нам не хватало десяти тысяч. И вот я такая поставила цель, говорю, все, я эти деньги за год заработаю. Я понимала, мне это очень нужно, у меня были сроки, я себе разработала определенную программу, сколько я буду каждый месяц подписывать новых людей, с какими программами мы будем работать. И вы знаете, у меня это получилось. Я даже первое время не верила, что такое возможно, а потом я даже с собой гордилась. Думаю, молодец, поставила цель и просто четко к ней пошла. Поэтому, когда у вас есть хорошее, значимое, важное для вас какая-то цель, поверьте, все сбудется. Также работая с партнерами, когда вы их привлекаете, когда вы с ними разговариваете, когда вы пытаетесь до них что-то донести, когда их вовлекаете в систему, на вашем пути встретятся таких три типа людей. Вот можно на три типа разделить. Это игрок, аутсайдер и зритель. И когда выставляются какие-то цели, когда вы помогаете им поставить свои цели, вот прочувствовав этого человека, вы поймете, как с ним нужно работать. Потому что игрок, он сразу вступает в игру. Он может даже не дослушать вашу презентацию до конца, потому что у него уже сработала там сигнальная система. Да, здорово, классно, я готов рискнуть. Вот потому что его девиз «я готов рискнуть, достичь все ли наилучшим способом». То есть с игроком на самом деле очень легко. Если его предложение заинтересовало, все, вы сразу приходите к делу. Аутсайдер – это человек, который когда-то был игроком, который потерпел поражение какое-то. И ему теперь страшно. Ему теперь страшно делать какие-то шаги. И разговаривая с аутсайдером, вы тоже почувствуете, потому что он как будто бы на первом этапе будет выстраивать, даже не выстраивать, а поставить сразу какой-то барьер, какое-то возражение. Но в то же время он будет вас слушать заинтересованно, потому что все-таки бывший игрок, он знает, что такое игра, он знает, что такое азарт, он знает, что такое идти к чему-то, чего-то добиваться. И с аутсайдером, когда вы его прочувствуете, его очень аккуратно можно постепенно перевести в категорию игрока, выслушать его позицию, выслушать его поражение. Пусть он расскажет вам, где он потерпел поражение. Вы точно так же можете рассказать о какой-то своей неудаче, не обязательно в Скайвее, о каком-то своем изочаровании или еще что-то. То есть не обязательно это может быть наш проект. Может, даже лучше будет, когда вы будете о чем-то другом говорить. Обязательно вам скажут, что он где-то потерял деньги, еще что-то. Вы тоже можете это сказать. Это будет невымышленная, наверное, все-таки история, потому что мы многие люди, кто рисковали и теряли какие-то деньги, и потом все равно поднимались и шли дальше. Поэтому с аутсайдером, в принципе, мы работаем, мы их чувствуем, мы просто выбираем немножечко другую тактику. Зритель – это немножечко такой человечек, который доволен собой. Он доволен, он инертный, он наблюдает за игрой, он дает всем советы, он все знает, он очень доволен собой. Он ничего не делает. Знаете, такой девиз у него, я пребываю в анабиозе, а вы, пожалуйста, хвалите меня, хвалите, потому что он доволен собой. Что-то вам не нравится, что у меня все хорошо. Иногда таких людей, если это ваш старый знакомый, за несколько каких-то контактов вы его можете перевести в категорию аутсайдера или даже в категорию игрока, если вы чем-то заинтересуете. Но если вы новичок, если вы не коуч, если вы не хотите терять свое время, оставляйте его в покое. Может быть, когда-нибудь он сам к вам придет, а не придет, не влека потери, не тратя на них время. Вообще не стоит тратить время на негативщиков, на людей, которые категорически закрываются и не хотят с вами разговаривать. Либо, знаете, есть такие люди, которые начинают парировать всегда какими-то негативами. То есть вы ему говорите, как все здорово, как хорошо, чего мы достигли, через что мы прошли, а они тут же какие-то негативы ищут, какую-то ерунду, какие-то сплетни в интернете и начинают что-то говорить. На таких людей тоже не стоит обращать внимание, тратить на них свое время и вообще свою эмоциональную, как это сказать, ресурс свою эмоциональную. Потому что они действительно, если поддаться, они выбивают из колеи, огорчаешься. Поначалу я тоже очень переживала по этому поводу, потом поняла, что эти негативщики через какое-то время сами приходят. Сами приходят и говорят, ну что ты там говорил, я смотрю, там у вас развивается, я смотрю, там что-то построили, я там еще что-то увидел. То есть они потом еще и сами придут. Поэтому не тратя на них время, идите дальше к своим целям и все. Вот. Дальше. Список контактов. Что такое список контактов? Это не просто телефонная книжка в нашем телефоне. Она у всех у нас есть, она реально очень большая, но правильнее будет перенести их на бумагу, выписывать их на бумагу. Тех, кого вы знаете. Брать контакты их знакомых. То есть эта книга контактов, постоянно ее нужно пополнять, ее все время нужно расширять, потому что это наш капитал, из этого мы строим свою структуру, из этих людей мы делаем свою рабочую команду. И именно эти люди будут впоследствии теми, кто дал старт такой шикарной технологии. Поэтому контакты выписываем. Выписываем. Выписываем их на бумагу еще и потому, что иногда бывает так, когда ты просто читаешь, пролистываешь и все, и информация проходит мимо, информация об этом человеке. А когда начинаешь выписывать, вдруг вспоминаешь, что у вас есть общий знакомый, что вы у этого человека можете взять контакт, этого общего знакомого. И желательно выписывать это на бумагу, разделив ее на отдельные колонки, где вы можете написать имя человека, номер телефона. Если у вас еще нет e-mail, вы потом со временем заполните эту колонку. В обязательном порядке делайте заметки. И я бы предложила, как я это делала, разделить графу заметки еще на две колонки. В первую колонку мы пишем информацию о человеке до звонка, то есть мы пишем, где мы с ним познакомились. Или кто нам дал его номер телефона, кто нам посоветовал к нему обратиться, для того, чтобы позвонив ему, нам было что сказать. Здравствуйте, я звоню, меня зовут так-то, так-то, да, звоню, потому что ваш номер телефона мне дала Антонина. Антонина сказала, что вы занимаетесь тем-то и тем-то, то есть и вот именно это все, в эту заметочку вы пишете, да, чтобы вы потом понимали быстренько, что вы должны сказать в первое, когда вы позвоните человеку впервые. А во вторую колоночку мы пишем результат нашего разговора. Либо мы перезвать, либо мы пообещали человеку что-то отправить, мы обязательно отправляем. То есть мы делаем себе пометки, чтобы мы не забыли, потому что очень важно, если человек откликнулся, если человек заинтересовался, очень важно выполнить все, что вы пообещали или все, о чем он вас попросил. То есть попросил прислать дополнительный ролик, хорошо шлем дополнительный ролик, попросил перезвонить попозже еще, потому что он хочет какую-то информацию почитать, перезвоните попозже. То есть в обязательном порядке выполняем все, что мы пообещали. И еще можно, тоже очень хорошо работает и работает именно на то, чтобы вспомнить дополнительных людей, если вы разделите эти, сделаете несколько листов, разделите их на определенные сферы, на определенные группы людей, да, это будут люди из каких-то определенных мест. То есть либо это будет ваша школа, либо это будут одноклассники, либо детский сад, либо бывшая работа, либо нынешние сотрудники. Пусть они будут на отдельных листах. Вам тоже будет легче вспомнить, когда вы будете видеть название, да, что вот тренинги, да, и вы тут же, у вас в голове всплывает тренинг, на котором вы обучались, вы начинаете вспоминать людей, которые там были. И даже можно вспомнить только имя человека, и потом через какое-то время у вас обязательно найдутся общие знакомые, да, и какие-то общие контакты. У меня такая была интересная история, я ехала из Риги в Одессу, автобус шел почти двое суток, ну, полтора-полтора суток, вот, и ехал там мужчина, который сам тоже с Украины, парень, и он там, ну, как обычно, знаете, разговоры ни о чем, обо всем. И я как-то не решилась ему что-то рассказывать о Skyway, как-то вот что-то не легло, да, и я не говорила, чем я занимаюсь, он сам очень много говорил, предлагал свои услуги, да, он там делает вызовы для работы в Европе, делал какие-то визы, в общем, формировал документы. Вот, и он мне даже написал свой, я сказала, что да, у меня есть на Украине братья, и может быть мне понадобится его помощь, чтобы каким-то образом устроить их в Европе работать. И он мне дал бумажечку, на которой написал свое имя и телефон. Естественно, я его потеряла. И тут как-то я вот что-то вспоминала, и вдруг я вспомнила, я помню, помню, как он выглядел, помню, о чем он мне рассказывал, я даже не могу вспомнить его имя. И вот я себе сюда написала, в этот список написала, парень, который делает визы в Польшу, и все время читаю этот список, и такая, парень, когда хожу до него, парень, назовись, ну где это, ну как бы мне тебя найти? И что вы думаете? Проходит время, и я нахожу этот листочек, на котором было записано его имя и телефон. Вот, я ему пишу, и он на меня даже вспомнил. И я ему написала, что, знаешь, не решилась вообще рассказать тебе, чем я занимаюсь, но понимаю, что сейчас вот трудности из-за пандемии, вот, то есть как бы была сейчас тема, как начать этот разговор, да, что и ребята, ты сам, остаются без работы, у тебя огромный, видать, круг знакомых, которые хотят тоже заработать. И вот хочу предложить, вот, познакомься с таким проектом, вот, отправила ему, да, сказал, присылай. Вот, прислала ему, значит, эти все там наши ролики, наши предложения кое-какие, да, но вот сейчас вот жду от него ответа. К чему я говорю? Вселенная так работает, что как только вы вспомнили человека, он на вашем пути обязательно встретится, он появится. Даже бывает так, что два-три дня думаешь о человеке, и на четвертый день он тебе звонит. Вот, а ты просто вспомнил, там, не знаю, какую-то, какую-то историю связанную с этим человеком, вспомнил, да, и он тут звонит. Поэтому, конечно, книга контактов, это очень, очень важный наш инструмент, очень главный наш инструмент, да, и без нее мы никуда. Поэтому выбираем самые какие-то удобные способы ведения, да, и там записи своих, но делать это все на бумаге. То, что в телефоне, оно не работает. Сколько раз я не листала свой телефон, этому позвоню, этому не позвоню, этому потом позвоню, все, забыла, кому там собиралась звонить. А когда это все перед глазами, вот, то гораздо легче собраться позвонить. Когда это имя у тебя перед глазами, ты один раз увидел что-то, вспомнил, второй раз увидел, еще что-то про отвечал, вспомнил, и думаешь, о, ну, уже могу вообще поговорить даже, позвонить и там вот об этом, об этом спросить, да, там, как дети или еще что-то. То есть пишите, это очень важно, потому что чем больше наша книга контактов, чем больше наш этот список, да, тем больше команду мы можем сделать. Если мы новичок, то все-таки нужно подумать, с каких людей мы начинаем. Вот для старта, с кем мы будем стартовать, коль мы сегодня говорим о старте, то стартовать, конечно, лучше с людьми, которые приветливые, открытые, позитивные, которые вам верят, которые выслушают вас, да, которые порадуются вместе с вами вашим успехом. Поэтому не начинайте с тяжелых людей. Конечно, если мы уже такие, не сказать, матерые волки, мы можем там своим новичкам мастер-класс какой-то показать, да, взять телефонную трубку, позвонить, сказать, да, вот смотри, он у меня такой вредина, сейчас я его сделаю, сейчас он у меня сам будет просить реферальную ссылку. Да, но если мы новичок, конечно, лучше начинать с легких людей, потому что сама когда-то начинала и знаю, как тяжело звонить следующему человеку, если предыдущий тебе отказал, там понегативил или еще что-то. Это сейчас я могу говорить, да не вери ты в голову, да ерунда, все здорово. Для начинающих это действительно тяжело, и пока он научится не брать в голову, лучше немножечко сортировать людей. Вот для этого тоже нам нужен наш список. Когда мы смотрим в этот список, мы прям глазами видим, нам где-то там вот наша душа, наше сердечко подсказывает, кому первому я позвоню из этого списка, не обязательно он будет стоять первый в списке, да, то есть когда вы видите список перед глазами, у вас глазками вы выберете сразу того человека, который самый комфортный для вас на данный момент, и с ним с первым поговорить. Но среди всех людей, которые даже позитивные люди, они есть очень разные. Сейчас мы переходим к психотипам людей. Как с ними разговаривать, как давать им информацию, мы поймем, и нам будет легко, если мы сможем определить, к какому психотипу этот человек относится. Люди делятся на четыре психотипа. Командиры, звезды, гуманисты и аналитики. Аналитиков еще называют дипломатами. Цвета, так принято их обозначать, поэтому если вы где-то увидите, вы сразу по цвету сможете даже определить, о ком идет речь. Ну, название, наверное, уже даже немножечко говорят сами за себя. Командир, звезда, гуманист, гуманисты и аналитик. И сейчас мы подробнее разберем каждую из них. Вот буквально по, даже можно сказать, кратко, но это нам поможет определять человека, по каким-то определенным его характеристикам. Командиры – это люди точные, они любят точность, четкость. Они ориентированы на цель, они знают, чего они хотят, они знают, как идти к этой цели. Они планируют, идут по плану, сами подготовлены к процессу, который начинают, и точно так же требуют от своих партнеров, достаточно требовательные люди. Для них важно, чтобы это было комфортно, чтобы это было качественно, выгодно. То есть, знаете, командиры часто бывают руководителями, руководителями предприятий, руководителями каких-то бригад. У них даже жесты такие указательные, может быть, жестикуляция достаточно такая на высоком уровне. Решения они принимают достаточно быстро, потому что они прекрасно понимают, чего они хотят. И разговаривая с командиром, когда мы даже помогаем, проговариваем, какую цель, то есть, как бы свои цели, то он знает, и когда мы его приглашаем в наш бизнес, то что мы можем ему предложить в нашем бизнесе, какие цели мы можем ему сказать, он может поставить и достичь. Допустим, мы командиру говорим о статусах. Мы сможем сказать, что вот у нас, допустим, статус лидера позволяет вам быть наставником, ну, мы не скажем начальником, да, наставником как минимум у трех человек. То есть вы будете для них примером, вы будете наставником для них, то есть они будут у вас учиться. Если вы достигаете ранга мастер, то у вас уже как минимум 12 человек будет, с которыми вы будете работать. То есть это как цель, в принципе. Потом, что еще мы можем предложить, какая цель может быть у командира у нас. Если достигаете ранга мастер, у вас открываются возможности, допустим, быть региональным спикером, вести какие-то вебинары, да, или стать даже региональным куратором, если в этом регионе еще нет лидера. То есть командиру эти цели подходят, да, это человек, которому можно это предложить. Ему не нужно там ничего размазывать, ему нужна четкость. Будешь мастером, будешь спикером. Будешь мастером, можешь стать руководителем региона. Чтобы вам было понятнее, мне один раз такой пример показали, и мне он показался очень понятным. В мультфильме «38 попугаев» как раз были четыре главных героя, и все они были как раз-таки четырех разных психотипов. Вот командиром был попугай, который закладывал ручки, эти крылышки за спину, ходил, мерил, командовал, говорил, давал всем распоряжение, кто что будет делать. Вот это такой яркий тип командира. С командиром, делая ему презентацию, мы ему как раз-таки тоже даем четкость, что мы на 14 этапе, что там через месяц, кстати, практически через месяц, у нас будет переход на следующий этап. Только у нас в нашем случае не 15, а 14,3. Потому что все равно есть такая информация, она ходит, это не могу сказать, что она какая-то секретная, потому что об этом говорят, и наши руководители говорят, что может случиться так, что 15 этапа не будет для нас, для мелких инвесторов. Что он переходит сейчас на 14,3, это наш, так сказать, шанс еще побыть в системе, привлечь немножко людей, потому что 15-е могут закрыть большие инвесторы. Значит, да, возвращаемся к командиру. Вот ему мы говорим, что у нас 14 этап, что у нас построено столько-то трасс, что у нас инсертифицировано, там столько-то этих самых видов транспорта, что там цель компании после 15 этапа выйти на мировой рынок, построить то-то, то-то. То есть конкретное, то есть так как этот человек нацелен на цель, то и, естественно, мы ему и говорим, если мы презентуем нашу технологию, мы говорим более четкие вещи. Также есть ошибки, которые можно допустить, и таким образом можно сказать, наше интервью будет провалено, наша презентация будет провалена. Я немножко зачитаю, потому что я их наизусть не изучала, то есть это с командиром нельзя промедлять, тянуть время, откладывать решение на потом, потому что он очень быстро принимает решение. Ходить там вокруг да около, избегать контакта глаза в глаза, потому что тогда будет сразу подозрение, что вы что-то не договариваете. Вообще этот документ, ошибки в сотрудничестве с партнерами разных психотипов, у меня стоит в свободном доступе, кто еще не знает, вы можете себе его скачать. Здесь как раз и перечислены ошибки, которые нельзя совершать совершать при работе с командиром, звездой, гуманистом и дипломатом. Конкретно, четко по каждому психотику. Следующий у нас звезда. Звезда – это такой у нас положительный человек, открытый человек, праздник, которого атрибуты, статусы, успеха для него имеют значение. Он хочет быть в центре внимания, он очень эмоциональный, доброжелательный, общительный. То есть с этим человеком, знаете, так можно говорить, вау, у нас такая технология, так все классно, так все здорово. И рассказывать вот на таких эмоциях он легкий достаточно, не выносит критики. И вот на таких же эмоциях мы можем с ним беседовать, разговаривать и преподносить ему нашу технологию. Что его может заинтересовать из-за цели, какие цели. То есть, во-первых, мы его эмоционально тронуть. Если мы его сможем эмоционально как-то затронуть, то человек откликнется, он пойдет с нами, пойдет за нами, пойдет с нами в проект, потому что он любит такое вот новое, а у нас это новое, эксклюзивное. Этому человеку мы предлагаем, допустим, вот для вас у меня есть эксклюзивное предложение, когда мы, допустим, говорим о пакетах, мы можем ему предложить, у нас есть супер пакеты, которые скоро закончатся, но это эксклюзив. И все, человек, что там такое эксклюзивное? Если мы ставим какие-то цели, помогаем поставить цели этому человеку, то здесь мы делаем акцент на то, что достигая статуса, о статусах мы тоже говорим, достигая определенного статуса, у нас есть хорошие классные подарки. То есть мастер получает ручку с логотипом, эксперт получает телефон, топ-эксперт получает ноутбук или сумму на этот ноутбук. Вот что у нас есть к каждому статусу подарки. То есть для него это важнее. Если для командира важнее будет авторитет у какой-то группы людей, то для звезды, конечно, будут важнее подарки. Потом мы ему рассказываем, что у нас есть конкурсы, и что победители конкурсов ездят там, вот как мы рассказываем, что у нас было. У нас был Рим, у нас был Мадрид, у нас группы ездили на производство. Встреча с Юницким была личная, маленькими группами. Звезду заинтересует, если мы говорим, что вот Экотехнопарк, можно с ней покататься, что лично сфотографироваться с Юницким. Это все то, что звезду заинтересует принять участие вообще в нашем проекте. Он не любит скуку, это я сейчас прихожу уже к ошибкам, отчужденность, угрюмость, он не любит критику, каких-то негативных вещей, он не любит однообразие и монолога. Его нужно слушать, ему нужно давать возможность выразить свои эмоции, выразить свои мысли. То есть это очень важно. Дальше, следующий у нас идет гуманист. Гуманист, он нацелен на общение с людьми, на процесс, то есть для него поддержка, забота об окружающих, человечность, сопереживание, он ориентирован на отношения с людьми. Ему очень важно, что думают о нем другие люди, о его поступках, какую пользу он может своими поступками принести другим людям, как он может им помочь, как он может их поддержать. Поэтому, когда мы говорим с гуманистом о проекте, о целях, мы сегодня делаем немножко акцент на цели, то мы рассказываем, что несет человечеству наш проект. И его участие очень значимо, потому что мы ускоряем приближение 15 этапа, мы ускоряем приближение выхода на рынок, и того, что мы начнем строиться по всему миру, какая польза для экологии, какая польза для людей. То есть для гуманиста это очень важно. Рассказываем ему о выставках, какое было внимание к нам на выставках. То есть ему вот эти эмоции, ему очень важны. На них нельзя давить. Агрессивность, черство, сверождебность, все это они не приемлемы. Если мы будем так с ними себя вести, если мы будем вмешиваться в его рассуждения, вот у него есть свое суждение какое-то. Человек имеет право иметь какое-то свое мнение. Но я не говорю не о негативе, а о том, что он, как он рассуждает, как он видит проект, как он видит свое участие. Мы обязательно выслушаем. Вообще слушать человека, дальше мы будем об этом говорить на следующих занятиях, на следующих встречах. Это очень важно. Очень важно услышать человека, потому что как раз даже определить, к какому психотепу он относится, мы сможем только тогда, когда мы немножко пообщаемся. И у нас всегда первые минуты общения, они каковы. Они не о проекте, они не о бизнесе. Мы узнаем друг о друге что-то. Мы располагаем человека к себе. Мы налаживаем, так сказать, контакт. Контакт, эмоциональный контакт. Очень важно наладить с этим человеком. Поэтому мы обязательно слушаем. Нам нужно слушать, нам нужно как раз таки и узнать что-то о человеке, для того, чтобы мы могли понять, к какому психотепу он относится, как нам дальше с ним общаться, что ему предлагать, как ему предлагать. И четвертый тип – это у нас аналитики, дипломаты. Это человек, который любит цифры, факты. Он может долго-долго копаться, разбираться, но для него это очень важно. Вплоть до того, что когда мы ему делаем презентацию, его даже будет интересовать, какое образование у Юницкого, сколько у него диплома, сколько у него профессий. То есть когда мы открыли этот экотехнопарк, когда мы начали строительство, то есть абсолютно вот такие вот мелочи, все они ему интересны и важны. Контроль ситуации, ему нужна абсолютно четкость, точность. Он видит риски. То есть когда вы начнете с ним разговаривать, он вам обязательно скажет о рисках. А здесь то, а здесь то. И вот тут как раз таки мы ему и показываем, показываем ему факты. То есть чтобы поговорить с дипломатом, нужно запастись все-таки очень точной информацией, возможно подкрепить это какими-то документами, какими-то скринами из нашего сайта, из нашего раздела документа, потому что этому человеку будет это очень важно. То есть ему будет важно, сколько у нас человек в конструкторском бюро работает, сколько у нас в конструкторских бюро, то есть как выглядит производство, сколько, что делают. То есть здесь нужна такая более техническая и четкая, четкая факты, четкие цифры. Таким образом мы с дипломатом разговариваем. То есть мы идем к такому человеку, он должен быть компетентным. Ну и естественно на него нельзя давить, никакая там хаотичность не нужна, потому что очень четкая последовательность, лучше отвечать на его вопросы, если же он заинтересовался, он будет задавать вопросы. Лучше отвечать, потому что ему очень важен, ему нужно показать, какой у нас будет конечный результат, к чему мы идем, к чему мы проделываем весь этот путь, к чему мы идем. Ему это важно, потому что человеку, даже дипломат, который идет в магазин что-то купить, ему совершенно не нужно будет, возможно, тот консультант и его советы, когда вот мы заходим в магазин, да, и консультант прибегает, здравствуйте, я вам помочь, давайте я вам расскажу про это, про это, про это, да. Ему это не надо, он уже все это изучил. Он изучил, если он пришел за холодильником, он знает, какая ему нужна модель, он знает, как она работает, он знает, как он холодит, он знает все, сколько он электроэнергии потребляет. Может быть, он там, один вопрос у него только будет, нерешенный, он, извините, мозг вынесет этому консультанту, да, вот, потому что своей дотошностью, но, как правило, он уже все проанализировал, он уже знает, зачем он пришел, и что ему нужно. Вот, поэтому, когда разговариваем мы с дипломатами, нам тоже нужно браться терпения, нам нужно быть очень компетентными, но в этих фактах особенно, да, даты, факты, то есть тот, кто давно в проекте и прошел все эти наши, можно сказать, исторические моменты нашего проекта, да, тому намного легче. Новичку в этом плане сложнее, поэтому если вы уже идете к дипломату, то либо запасаетесь документацией, либо берете в помощь себе своего компетентного спонсора, который вам помогает и не, можно сказать, не позволит, чтобы вас сломали, да, это тоже очень важно. Вот еще раз говорю, есть этот файл, да, ошибки, какие ошибки не нужно допускать, потому что если мы уже четко определили, что это за человек, что это за психотип, то тут уж, конечно, у нас уже все карты, все козыри в руках, мы можем уже смело, подкованно идти и с ними работать. Вот, теперь возвращаюсь, чтобы перейти к следующему моменту, возвращаюсь еще раз к нашему первому слайду, где мы говорили о том, как мы, происходит вот у партнеров системы, про наши эти четыре шага. И вот эти наши четыре шага, приглашения, да, просмотра вебинаров или презентаций, последующие звонки, беседы и уже введение в систему поддержки, на любом из этих этапов, на любом из этих этапов у нас может произойти разговор и презентация. Я, конечно, сейчас больше говорю о теплом рынке, потому что я сама больше люблю работать с теплым рынком, я не, ну, на холодное не выхожу. То есть, либо это по рекомендации люди, либо это какие-то наши знакомые, да, и мы можем с ними и в первую встречу уже сразу говорить и о бизнесе, и о том, чем мы занимаемся, да, а может быть и не в первую. То есть, все зависит от того, насколько мы знакомы с этим человеком и, ну, с чего мы сейчас будем вообще с ним начинать беседу. Но в любом случае, на любом из этих шагов у нас может случиться так, что мы будем говорить с человеком о бизнесе. И для этого нам нужно... Ладно, я не в той последовательности поставила. И сейчас я хочу вам рассказать тогда о методике, которую я нашла в книге Алана Пиза, называется «Ответы в вопросах». Там описана одна методика, которая может нам очень помочь, причем на любом из этих этапов, нам может помочь вести разговор с клиентом. Алана Пиз пишет очень много... Написал очень много книг. Он изучает вообще маркетинг, изучает продажи. Сам он начинал с прямых продаж, еще будучи ребенком, да, подростком. Он уже перешел более... Подростком, да, в юношеском возрасте перешел в более серьезную сферу. Он был одним из лучших агентов по... Агентом... Один из лучших агентов по продаже страховых полисов. Да, там у него как-то было, что он вошел в десятку тех, кто год на миллион продавал. Вот, и он очень серьезно решил изучать вообще систему продаж, систему сетевого маркетинга и написал по этому поводу очень много разных книг, рекомендаций. Он ведет тренинги. Сам он из Австралии, 52-го года рождения. Вот, и вот мне как раз попалась... Для меня это первая книга, которая называется «Ответы в вопросах». Вот, и мне очень понравилось, как он рассказывает, как беседовать с людьми. Кстати, его один из бестселлеров, его это «Язык жестов». По-моему, так он называется. Да, «Язык жестов». Как мы по жестам можем вообще определить... Или «Язык телодвижения». Вот так, по-моему, «Язык телодвижения». Как-то так называется эта книга. Там, наверное, миллионами издавалась. Это мировой бестселлер. Вот, и вот он сказал, что в сетевом маркетинге никогда не нужно изменять то, что уже успешно работает. Да, нужно... Это вот фраза из его книги. Вот эта цитата. «Лишь турбо, заряжайте это». Эту науку, да. По поводу сетевого маркетинга. Мы прекрасно понимаем, что мы себя позиционируем не как сетевая компания, потому что мы не как сетевая компания. Но точно так же мы не можем скрывать, что у нас элементы сетевого маркетинга присутствуют. Они у нас и в построении наших команд присутствуют, да, и в системе вознаграждения. Поэтому как элементы, они у нас есть, и все, что работает в сетевом маркетинге, все работает у нас. Поэтому можно смело брать на заметку те рекомендации, которые вот даются, допустим, в этой книге. Очень важно, когда мы приходим к людям и говорим им, что им нужно делать, как им нужно улучшить свою жизнь, они нас не слышат, они сразу от нас закрываются, когда мы начинаем их учить, когда нам со стороны виднее, да. Нет, очень важно, чтобы этот человек сам проговорил свои проблемы, сам проговорил, чего он хочет. Если у него даже может расти раздражение и недоверие ко всему, что вы говорите, потому что это говорите вы, это не он. Даже если у него действительно не хватает денег, ему не хватает свободного времени, он весь измученный, и вы ему об этом говорите, слушай, да тебе надо больше свободного времени, да тебе нужно какую-то, не знаю, больше финансовую независимость приобрести. Он скажет, у меня все хорошо, у меня все хорошо, не надо. Хотя это будет неправда, но вот есть такая психология человека, он отвергает то, когда его кто-то пытается чему-то научить, да, а вот то, что он скажет сам, вот это будет правда. И мы должны эту теорию как бы принять и разговаривая с людьми, построить нашу беседу так, чтобы не мы ему говорили, чего он хочет, а чтобы он сам нам сказал, чтобы он нам сам сказал то, что мы хотим услышать. И для этого существует такой метод четырех ключей. Первое – это растопить лед. Это то, о чем я уже сказала вам, и мы все это знаем, расположить человека к себе, чтобы он рассказал вам о том, что у него болит. Найти эту горячую точку, самую болезненную точку, найти, надавить на нее и получить обязательство. Что такое получить обязательство? Это получить согласие человека, что вы ему предлагаете, вернее, что вы ему показываете, как можно изменить то, что он хочет изменить в своей жизни. Вот. Есть такое понятие «основной побуждающий фактор». Так вот, этот основной побуждающий фактор важно найти у человека. Он может быть не один, может быть один важнее, то, что ему в жизни больше всего нужно. И еще несколько вспомогательных. Вот посмотрите на них, и я думаю, что каждый из вас может для себя даже сразу определить, какой его побуждающий фактор заставил вообще принять предложение быть в проекте. Вот посмотрите, пожалуйста, и вот дайте мне какую-нибудь обратную связь. Да или нет? Нашли вы тут свое, то, что вам необходимо было решить, то, что вас побудило быть в проекте и заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь, строить структуру, создавать команду. Потому что, например, вот я сразу посмотрела, я поняла, да, финансовое, вот мое это финансовая независимость. Кто-то хотел собственный бизнес, но у меня уже был маленький бизнес на тот момент, и мне хотелось все-таки как-то даже не расширить его, а чтобы у меня появился дополнительный доход. Для меня главное было все-таки на сегодняшний день финансовая независимость. Вот. Не всегда этот побуждающий фактор человека, вот, да, Артем пишет, будущее планеты, помощь другим. Типичный гуманист, понимаете? Вот, типичный гуманист у нас сразу. Вот. Не всегда этот побуждающий фактор, тот, который является для вас главным, может быть главным для того человека, с которым вы разговариваете. Поэтому очень важно признать, что они отличаются, и важно выяснить у человека, что для него важно. Потому что, смотрите, приведу вам такие примеры, постараюсь коротко. Допустим, ну, Роман делает презентацию человеку, у Романа была главная финансовая независимость, он пришел в проект, заработал много денег, понимает, что все у него сбывается, и он приходит к человеку, начинает рассказывать ему презентацию, да, спасибо, Байп, личностный рост тоже очень важно. Для этого мы и обучаемся все, да, и на тренинге бываем. Вот. И вот наш Роман делает презентацию на каком-то там благотворительном вечере, встречает человека, начинает ему рассказывать, как здорово быть финансово независимым, как это классно, как можно купить себе все, что ты хочешь, купить себе дорогую машину там. И вот он делает презентацию, рассказывает о проекте, делая акцент на это, на тот побуждающий фактор, который его попутил быть в этом бизнесе. Человек загорается, говорит, да, Роман, здорово, классно, интересно, я тебе позвоню. И пропадает вообще. Знаете почему? Потому что они были на благотворительном вечере, где побуждающий фактор у этого человека была помощь другим людям, новые знакомства, благотворительные какие-то акции, участие в каких-то благотворительных акциях. Ему не нужна новая квартира, дорогая машина, у него есть маленький домик, допустим, или там скромная квартира, у него есть машина, у него есть семья и дети, он счастлив в том мире, в котором он живет, и ему хочется просто служить людям. Они познакомились на благотворительном вечере, но этот Роман неправильно сделал презентацию, неправильно сделал акцент, и он потерял этого человека. Поэтому очень важно выяснить этот побуждающий фактор. Или еще один, допустим, пример, который тоже в этой книге приводится, он мне тоже очень понравился, когда молодая девушка, у которой детки маленькие, она работала, и вот для нее самое главное, это больше свободного времени, потому что ей хочется уделить, это ее побуждающий фактор, хочется уделить время детям, их воспитанию, образованию, и она вот с этим же посылом, встречая где-то там, допустим, в кругу друзей человека, начинает ему рассказывать вот об этом, что можно освободить свое время, у тебя будет много времени, ты можешь уйти со своей работы. И она разговаривает с человеком, которому уже за 50, который работает, ну, допустим, по... делает там, допустим, не знаю, мойщик окон, да, или там делает уборки офисные от компании, от фирмы. И он работает, у него есть какой-то определенный коллектив. И вдруг она ему говорит, у тебя будет куча свободного времени, ты можешь уйти со своей работы. А для этого человека уйти со своей работы, уйти из коллектива, это вообще, не знаю, смерти подобно, потому что он уже находится в пенсионном возрасте, он очень держится за свою работу, она ему важна, это его... не только источник дохода, это его жизнь, это его общение, ему нравится общаться с людьми, да, и он может испугаться, что то, куда его зовут, лишит его его основной работы. Поэтому очень важно выявить этот побуждающий фактор. Вот я к чему все это говорю. Но все это можно выяснить, задав пять золотых вопросов, как их называет Алан Пис. Вот эти факторы хорошо бы выписать на какую-то небольшую брошюру. Пусть это будет какой-то, знаете, такой карманный вариант, это не какой-то огромный лист, да, это может быть какая-то карточка, это даже может быть наша визитка, где вы на обратной стороне что-то напишите. Возможно, вы не все, не все напишите, да, но не все пункты перечислите, но это вам поможет, разговаривая с человеком, просто ему наглядно показать, чтобы он посмотрел, и вы ему задаете один единственный вопрос. вопрос, что для вас важнее в жизни, да, и он тогда, выбрав то, что для него реально очень важно, вы уже можете направить свой разговор именно в то русло, которое будет, каждое слово будет приносить пользу, да, и для этого существует пять вопросов, которые мы ему задаем. Первое, мы говорим, что для вас важнее всего в жизни, показывая ему эту карточку, он нам показывает, ну, говорит, допустим, та же финансовая независимость, да. Второй вопрос, почему вы выбрали именно это? Человек начинает рассказывать, потому что, когда я буду финансово независим, я смогу путешествовать, допустим, да, или выплатить, у меня вот кредит, у меня еще дом в кредите, да, мне нужно его выплатить. Если это, допустим, молодая семья, у них там наверняка еще молодые, маленькие дети, которые либо только планируются, которых тоже нужно поднимать, обучать, и человек вам об этом и сказывает. И тут вы ему задаете вопрос, а почему именно это является для вас наиболее важным? И он вам как будто бы повторяет, ну, как же, ну, я же вам уже сказала, я хочу сделать это, 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 это. То есть он, вы его побуждаете еще раз, второй раз проговорить, не потому что вы не поняли, он второй раз более четко, более конкретно проговаривает, что для него важно, что он хочет сделать, когда он достигнет этой финансовой независимости. Четвертый вопрос, что произойдет, если у вас не будет возможности получить этого? И вы человека как будто бы бросаете в ту ситуацию, когда он понимает, ой, я только что подумал, что вот у меня все будет, все сбудется, да, я это, это, это сделаю, боже мой, а если у меня этого не будет, что будет? Я останусь в долговой яме, я не смогу выплатить, мне придется все время работать, у меня не будет времени и денег для путешествий, потому что мне придется все время работать, чтобы выплачивать эти кредиты. Вот, то есть, ну, не могу сказать, что вы бросаете его в негатив какой-то, да, но человек, вы показываете человеку, а что будет, если он не примет ваше предложение, это уже за кадром у нас, за кадром у нас такой смысл, да, и опять возвращая его в позитив, почему это вас так волнует? И он говорит, потому что для меня это очень важно, мне важно это, это и это. То есть, он практически трижды вам проговаривает, что ему, какие плюсы у него будут от того, что он примет ваше предложение. И вы тогда ему делаете это предложение, вы ему рассказываете то ли о маркетинг плане, то ли о самой технологии, как можно заработать, какие у нас есть виды заработка, да, мы же знаем, у нас есть долгосрочные, и есть краткосрочные. Сегодня и сейчас мы зарабатываем, да, вкладывая на будущее, это у нас будет как доход, который мы, ну, боже мой, слово потеряло, ну, долгосрочные, да, скажем так, долгосрочные вложения, это долгосрочный доход, и то, что мы можем зарабатывать каждый день. На самом деле, когда у вас есть такая карточка в кармане, подскажу вам один самый такой простой вопрос, как вы переходите на то, чтобы показать эту карточку, достать ее из кармана, да, знаете ли вы, почему люди присоединяются к бизнес-сети, знаете, почему люди вообще идут вот в такого рода бизнес, да, в сетевой бизнес, знаете ли вы почему? И если человек говорит нет, мы говорим, разрешите, я вам покажу, и показываете, вот что для вас самое главное в жизни, да, и хлоп, и вы ему показываете вот эти. Если он говорит да на тот же вопрос, знаете ли вы, почему люди присоединяются к бизнес-сети, он вам говорит да, а вы говорите, а почему? Скажите мне. И он начинает вам перечислять одно, другое, третье, вы говорите, а еще, ну, все, больше не знаю. Разрешите вам показать. И тот же мы делаем, тот же маневр, да, и мы достаем эту карточку. То есть вот этот вопрос, знаете ли вы, почему люди присоединяются к бизнес-сети, на самом деле он универсальный, но он очень классный. Если вы его запишите, запомните, попробуйте его применить. Просто через него очень легко перейти вот к этому приему, использовать именно эту методику. Сначала показать побуждающие факторы, чтобы человек для себя выбрал, что важно для него, и затем с помощью этих пяти вопросов конкретно человек сам проговорит, чего он достигнет, если он примет ваше предложение. И здесь получается то, к чему вот мы возвращаемся к первоначальному. Не вы говорите, что ему нужно сделать, что не вы говорите, до чего он сможет достигнуть, будучи с вами в команде, приняв ваше предложение, а он сам уже проговорил, чего он может достигнуть, будучи с вами в команде. И это очень важно. Не вы ему говорите, а он сам проговаривает. И, естественно, эта карточка с этим побуждающими факторами остается у него. Если он вам говорит, мне вот это, это, это важно, какие пункты он назвал, вы прямо подчеркните их, пусть они у него останутся подчеркнуты, он будет еще их перечитывать, смотреть, иначе ваш разговор. То есть это очень важно. И оно действительно помогает. И что мне очень понравилось здесь, золотые правила для достижения успеха. Они очень простые. Больше общайтесь с людьми. Первое правило. Больше общайтесь с людьми. Второе правило. Больше общайтесь с людьми. Третье правило. Еще больше общайтесь с людьми. И общение с людьми как раз дает нам новые знакомства, новые эмоции, новые контакты, благодаря которым мы все строим большую команду, благодаря которым мы вместе, огромной командой, огромной семьей помогаем нашему проекту. А наш проект улучшает вообще экологию на планете и улучшает вообще наш мир, улучшает жизнь окружающих людей. Поэтому общение это очень важно. Общайтесь, я всем желаю вот прям огромных-огромных списков контактов, желаю огромного круга друзей, огромного круга общения. И естественно, так как у нас дубликация, я не могу сказать о том, чтобы мы помнили и напоминали своим партнерам, своим коллегам о том, что наша акция продлена до 31 декабря. Правда, немножечко изменились дисконты, но они незначительно изменились. И я вам скажу, что очень большие, очень хорошие результаты мы получили благодаря этой акции. Поэтому принято решение пока ее продлить, потому что времена такие у нас сейчас сложные. Не забывайте об этом, предлагайте, оформляйте пакеты. Второй огромный плюс, которым сейчас инструмент, с которым можно работать, это все-таки наш конкурс. Он продолжается, и я вам скажу, что результаты июня меня очень поразили, поэтому я их выписала специально для вас. Смотрите, мы знаем, что условия очень простые. Это нужно быть верифицированным с подписанным партнерским соглашением. Личные инвестиции не меньше, чем 200 долларов. И ежемесячно, ну каждый месяц, один человек в первой линии, который сделает инвестицию не меньше, чем 200 долларов. Ну, конечно, может быть и 2, и 3, от этого вы только больше баллов получите. Но для того, чтобы вы стали уже участником и заработали первые баллы свои, которые накапливаются, нужен всего лишь один человек. И мы знаем еще, что у нас есть 2 рейтинга. Один рейтинг – это внутри вашей страны идет рейтинг, за который, если попасть в десятку внутри страны рейтинга, то мы получаем дополнительные баллы в условиях написано, в каком процентуальном соотношении. А если мы попадаем во второй рейтинг – это общемировой, где из разных стран люди, то попадая в десятку мирового рейтинга, люди получают дополнительные деньги. И эти деньги – это общий призовой ежемесячный фонд. Так вот, этот фонд, там определенный процент, не говорится, какой процент, но этот фонд, он вообще зависит и формируется от количества участников, от количества стран, которые участвуют. И в июне этот призовой фонд был 33 тысячи. И можете себе представить, когда я увидела вот эти цифры, я поняла, что нужно немножечко все-таки еще пошевелиться, потому что я захотела, очень захотела принять участие, ну, более активное так, потому что я участвую в этом конкурсе, но где-то там внизу ни в какие рейтинги еще не попало. Но мне как-то хочется попасть в эти рейтинги, потому что за первое место в мировом рейтинге была выплачена премия 10 тысяч, за второе – 6-700, посмотрите, какие огромные цифры. За третье место – 5 тысяч долларов. Вот эти 33 тысячи были распределены между 10 людьми. Я их поздравляю. К сожалению, имена не публикуются, это закрытая информация, но все равно я поздравляю этих людей. Это из разных стран. Это не только Вьетнам, который бомбит у нас, конечно, так очень хорошо. Но мы можем стремиться все попасть сюда, в этот рейтинг. И как бы третий у нас фактор, который тоже мы не забываем – это то, что у нас дается 10% акции новичку, который проинвестировал в течение первых 7 дней после регистрации. Это тоже еще 10% работают. Поэтому вот вам, пожалуйста, три инструмента, с которыми сейчас можно работать, с которыми сейчас можно заинтересовать и новичков, и спящих своих клиентов. И, может быть, самим посмотреть, что если мы не инвестируем, потому что мы знаем, что мы многие на протяжении многих лет ежемесячно инвестировали, а потом делаем перерывы. Если мы сделали перерыв, можно сейчас попробовать еще раз включиться, потому что у нас условия очень хорошие, предложение. Ну, про карту желаний я не собиралась говорить. Ну, ладно, Коля, она у меня здесь осталась. При постановке цели очень важно, чтобы ваши желания, ваши мечты, если мы их превратим в свои цели, то тогда наши все мечты избудутся. И очень рекомендуют многие тренеры, коучи на разных тренингах предлагают всегда сделать карту желаний. То есть взять большой лист ватмана, разделить его на несколько категорий, в середину клеить свое фото и вокруг писать, вырезать разного рода картинки. Вот примерно вот так это будет выглядеть. То, чего мы хотим достичь, наши достижения. И путешествия, в общем, все, что для вас важно в красивых картинках, таких ярких, позитивных, прямо наклеивайте, пишите надписи. Еще раз вернусь к этой схемке. Можно разделить прямо на категории, потому что мы знаем, что если мы визуализируем свою цель, если мы себя видим на том краю, где наша цель уже, в том моменте, где наша цель уже сбылась, то это уже, можно сказать, полдела сделано, полпути пройдено к нашей цели. И если мы будем это все визуализировать, если мы все это будем записывать, то, еще раз повторюсь, Вселенная нам в помощь. Она видит, она нам помогает всего этого достигнуть, быть счастливыми. И все, что может сделать нас счастливой, вот, пожалуйста, думайте об этом, загадывайте это. И желаю, чтобы у всех все это сбылось. И в заключение хочу сделать такой небольшой анонс. 19 июля, это будет воскресенье, в 5 часов по московскому времени у нас будет онлайн-марафон. Кто подключался к подобному марафону у Кристиана, тот знает, как он проходил, как там было здорово, позитивно, это будет вебинарная площадка Zoom, где каждый из нас будет перед камерой, где каждый будет видеть и себя, и всех участников. То есть там каждый будет перед камерой, и мы можем вот так, как сейчас на этом плакате, мы точно так же вживую будем видеть всех участников, кто подключится к нашему вебинару. У нас будет вот перед вами спикеры, которые поделятся своей историей, и что их мотивирует, что мотивирует их, промотивировало вначале, что мотивирует сейчас. Продолжать быть в проекте, инвестировать в проект, приводить людей, создавать дальше команду. Вот, и нам очень важно привлечь туда даже новых людей, потому что новые люди, они тоже ищут мотивацию. Если у них мотивации нет, то они не с нами, да, они не придут. Если они нам важны, то наша задача их помотивировать. Наша задача приглашать их на такие вот общественные мероприятия, да, где идет позитив, где идет вот-вот, просто можно сказать, льется радость, успех, где успешные люди делятся своим опытом. И, пожалуйста, приходите на этот марафон, подключайтесь. Сегодня уже прошла рассылка, у вас у всех уже, у русскоязычного всего пространства, уже ссылки есть на почте, по которой вы сможете 19-го числа к нам подключиться. Вижу, что Viper пишет, хочу тоже поучаствовать. В этот раз уже состав весь утвержден, афиша уже готова, но мы запускаем целый, можно сказать, такой, ну, целый цикл этих марафонов, да, у нас дальше будет еще и еще. То есть я думаю, что мы прям возьмем в месяц, каждый месяц обязательно будет, да, поэтому делайте заявки и будем вас тоже включать. Да, хорошо, записываем вас на очередь. Очень хорошо, вот, чтобы каждый мог высказаться, каждый мог поделиться своим успехом, да, и своей мотивацией, промотивировать своих людей, свой регион, своих друзей, всех, и всех, кто подключится. Все, на сегодня у нас все. Я вас благодарю за то, что вы были со мной, за то, что слушали, да, следующего четверга. Следующий четверг у нас будет вторая часть, следующие несколько задач мы разберем, и я постараюсь вам что-нибудь тоже интересное подготовить и полезное. Спасибо вам огромное. Спасибо, Валентина, спасибо за обратную связь, я очень старалась. Действительно хотелось, чтобы было интересно, потому что уже цикл дубликации мы запустили, и у нас в любом случае идет наша, как бы сказать, программа «Не отступить от семи задач». То есть это важно, эти семь задач спонсора, они важны, поэтому мне очень хотелось, чтобы это не было сухо, давать вам еще дополнительную интересную информацию. Спасибо большое вам, до свидания и до следующего четверга. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.